Привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами Андрей Щетников и для опыта который мы вам сейчас покажем нужно смешать воду и спирт и подкрасить их каким-нибудь пищевым красителем мы выбрали синий чтоб получилось все красиво а еще нужно подсолнечное масло вот я его сюда залью в крышечку от пластиковой банки тонким слоем это получилась такая подложка а а теперь мы берем эту подкрашенную водно-спиртовую смесь небольшое количество этой жидкости вот здесь у меня в трубочке и капаем в центр масляной подложки есть получилось пятно за которым мы начинаем наблюдать и сейчас мы посмотрим на то что тут происходит в крупной съемке на весь кадр и вот капля упала на поверхность и мы видим что от ее краев сразу же начинают отрываться такие струйки которые дробятся на мелкие капельки эти капельки дорожками уходят вдаль ну и при этом есть внешняя граница за которую они не уходят но к ней они становятся все мельче и мельче вот это вселенная мелких капель расширяется а тем временем сплошная синяя капля в центре она стала становиться все меньше и меньше темное пятно в центре исчезает глядим дальше она исчезла совсем и вот это сплошное пятно тоже быстро схлопывается ну и таким образом все распалось на отдельные капли пятна больше нет и вот это расширение капли я конечно видел уже много раз а вы сейчас вы увидели его в первый раз и вряд ли все успели рассмотреть так что посмотрите его еще раз без моих комментариев под музыку а и Субтитры создавал DimaTorzok Задача «Взрывающаяся капля», в которой требуется исследовать явления, которые вы сейчас наблюдали, предложена участникам международного турнира юных физиков этого года. Они будут строить разные модели, производить количественные исследования, смешивать спирт и воду в разных пропорциях, смотреть, что при этом получается, как быстро распрывается капля, как быстро она сжимается. Но любое такого рода исследование начинается всегда с качественного объяснения явления. И вот этим качественным объяснением мы с вами сейчас займемся. Эффект, который мы с вами сейчас наблюдали, называется эффектом Марангони по имени итальянского физика, описавшего его еще в 1865 году. Марангони держал в руках бокал вина и наблюдал за винными слезками на поверхности бокала. И размышлял, как они образуются. Ну, а нам, чтобы это понять, надо сначала посмотреть, что будет, если мы капнем на поверхность масла воду подкрашенную или подкрашенный спирт. Когда мы капаем на поверхность масла воду, капля воды не расплывается, потому что вода имеет большое поверхность натяжения, и, кроме того, вода вообще не смачивает масло. А вот, когда мы капаем на эту же поверхность спирт, спиртовое пятно очень быстро расплывается, потому что спирт хорошо смачивает масло. И столь же быстро испаряется, потому что спирт отлично испаряется по сравнению с водой. И вот, после того, как мы внимательно пронаблюдали явление, мы можем перейти к его качественному объяснению. Ну, и для начала я рассмотрю упрощенную модель явления, в которой дробления на мелкие капельки во внешней зоне не происходит. Ну, в этой модели мы говорим, что Сначала, за счет того, что спирт неплохо смачивает поверхность масла, капля быстро распространяется во всех направлениях. А теперь в дело вступает испарение спирта, которое происходит достаточно быстро. И посмотрите, в центре капля достаточно толстая, а здесь она тонкая. И хотя испарение спирта по всей поверхности идет практически одинаково, Но, за счет того, что капля здесь тонкая, концентрация спирта в этой зоне, во внешней, падает быстрее. Можно сказать, что смесь насыщается водой. А раз она насыщается водой, поверхностное натяжение во наружной области оказывается большим, чем поверхность натяжения этой же жидкости во внутренней области. Ну, и вот мы рассмотрим такой элемент жидкости. Ну, и нарисуем силы поверхностного натяжения, которые на него действуют. Сила, действующая внутрь, меньше, а наружу заметно больше. И вот из-за этого градиента поверхностного натяжения у нас появляется дополнительное движение жидкости. Такая своего рода конвекция, которая происходит, и как бы жидкость отрывается от внутренней толстой зоны и перекачивается наружу. И вот это явление называется конвекцией марангони. А теперь мы можем усложнить модели и спросить, а за счет чего во внешней зоне образуются отдельные капельки. И это явление вы наблюдаете каждый раз, когда видите, как струя течет из крана и распадается на отдельные капли. Называется оно неустойчивостью релея плато, а объясняется тем, что поверхность натяжения пережимает струю и рвет ее на капли, потому что поверхность капелек меньше поверхности струи, и такое состояние оказывается энергетически более выгодным. Ну, и конечно, вы теперь без труда объясните это, почему на краю сплошного вот этого центрального образования темного формируются отдельные струйки. Ваши соображения на этот счет? Пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!